Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм. На этой неделе мы вместе с вами изучаем недельную главу, которая называется Микец. Это отрывок из Библии, из книги Бытие Берешит, начиная с 41 главы 1 стиха и заканчивая 17 стихом 44 главы. Вот краткое содержание нашей недельной главы. В начале мы видим повествование о том, как Йосеф выходит из тюрьмы, толкуя сны фараона и фактически он становится вторым человеком после фараона, став правителем Египта. Дальше мы видим повествование о том, что Йосеф женится и у него рождаются двое сыновей Ефраем и Минаше. После чего сны, растолкованные Йосефом, начинают исполняться. А именно, сначала приходит 7 лет урожайных, затем наступает в стране голод. Во время голода в Египет приходят братья Йосефа и он встречается с ними, будучи неузнанным. Когда же они уходят, он строго-настрого приказывает им вернуться с их младшим братом Беньямином, который, как мы с вами знаем, был от той же матери, что и сам Йосеф. Разумеется, Якову не нравится эта идея, но когда у них заканчивается хлеб, он не видит другого выхода, нежели как отпустить вместе с братьями и Беньямина. На этот раз Йосеф встречает их как дорогих гостей и после небольшой комбинации с чашей, я бы так это назвал, он делает так, чтобы Беньямин остался вместе с ним в Египте. Вот краткое содержание нашей недельной главы. На что я хочу сегодня обратить наше внимание в рассуждении над этим текстом? Прежде всего о том, о чем говорят большинство толкователей, что недельная глава Микет всегда традиционно читается близко к празднику Ханука. Именно этот праздник мы сегодня и отмечаем в Израиле. А значит, есть связь между недельной главой и праздником Хануки. В свою очередь, образ Йосефа, которого мы находим в нашей недельной главе, имеет тесную связь с Машехом. Об этом мы многократно с вами уже говорили и в предыдущем уроке. Ну, один из примеров таких. Йосеф в нашей недельной главе страдает невинно, будучи в тюрьме. Подобным образом, будучи невиновным, страдал и Машех, когда был здесь на земле. Дальше я еще обращу наше внимание на некоторые детали. Отсюда делается вывод, что есть связь между Ханукой и Машехом. И в этом видится намек на грядущее царствие Мессии, а именно Олямаба, как его называют в иудаизме. Или иногда мы еще называем его Тысячелетнее царство. Вот на что в первую очередь обращают внимание, читая эту недельную главу. Но давайте обратимся непосредственно к тексту. Книга Берешит, 41 глава, первый стих. По прошествии двух лет фараону приснилось, будто он стоит возле Нила. Прошло два года, и фараону снится сон. Он стоит возле Нил. Причем в еврейском языке здесь используется слово Микец, которое переведено как по прошествию. Это правильный перевод, но только слово Кец, это имеет значение конец. И на языке пророков и толкователей Священного Писания, как правило, это слово связывают с последними временами, то есть с грядущим царствием Мессии. Вспомним, о чем мы говорили немножко выше. Итак, фараону снятся сны. И, как мы с вами можем обратить наше внимание, что снов этих два. И вот здесь мы должны вспомнить то, что было с Юсефом в предыдущей недельной главе. Давайте вспомним, что недельная глава заканчивалась тем, что Юсеф находился в темнице, туда посадили к нему еще виночерпие и хлебодара, и оба они увидели сны. Интересно, не знаю, задумывались ли вы когда-либо, но возникает вопрос, а почему снов два? Ну, то есть, с точки зрения помочь Юсефу выйти из темницы, достаточно только сна виночерпие, который в дальнейшем засвидетельствует о нем перед фараоном, и таким образом Юсеф из темницы выйдет. Конечно, наверное, здесь есть и такой смысл, что два сна – это два пути, и, как мы с вами знаем, один путь он ведет в жизнь вечную, другой путь ведет в погибель, что, собственно говоря, и произошло с этими двумя царедворцами. Но, на мой взгляд, мы должны вспомнить еще вот что. Когда-то Юсеф тоже видел два сна, и оба эти сна говорили о его грядущем величии. Тогда, кстати говоря, Юсеф еще не говорит, что эти сны пришли от Господа, но когда мы с вами читаем о событиях с царедворцами, он говорит им, толкование дает Господь. Таким образом, Господь учит Юсефа, что он может говорить через сны, открывая ему информацию о будущем. И здесь мы с вами видим, что тот факт, что снов было два, во-первых, было подтверждением для Юсефа, что это говорил с ним Господь. Во-вторых, это было свидетельством для самого Виночерпия, что Юсеф действительно может толковать сны. И как мы с вами читаем в нашей неделе главы, Виночерпий забыл об Юсефе еще на два года. И опять цифра два, но здесь это скорее связано с тем, что Юсеф уже отсидел 10 лет и еще два года в темнице. Таким образом, 12 лет. Как мы с вами знаем по числу колен Израилевых, 12 это очень особенная цифра на страницах Священного Писания. Я не буду сегодня говорить об этом, но у меня есть уроки, в которых я говорю об этом подробнее. Интересно. Традиционно толкуя эти тексты делают два основных вывода. Во-первых, рабоним говорят, что не стоит надеяться на тех, у кого есть власть. Почему? Потому что они все равно сделают тогда и так, как им самим выгодным. Один момент. Второй момент. Они обращают внимание на то, что во всех этих перипетиях, будучи в тюрьме, Юсеф не жалуется на то, что произошло. И никогда не жаловался ни на братьев, которые таким образом с ним поступили. Ни на рабство, в котором он находился. И это, на мой взгляд, не случайно. Ибо мы с вами знаем, что и Машех, будучи здесь на земле и зная весь путь, который ему надлежит пройти, никогда не жаловался, что снова делает параллель между Юсефом и Машехом. Итак, как мы с вами и сказали, пару фараон видит сны. И этих снов два, что, безусловно, его очень сильно пугает. И он начинает лихорадочно искать. И тут появляется виночерпий, который и предлагает призвать Юсефа. Интересно, что когда паро обращается к Юсефу, он спрашивает его, можешь ли ты истолковать сны? И вот какой ответ дает ему Юсеф. Юсеф ответил фараону, не от меня толкование. Бог даст ответ на благо фараону. Мы же с вами уже говорили, что Юсеф к тому моменту уже осознает, что толкование может дать только Бог. Но я хочу обратить ваше внимание на то, в каких словах здесь Юсеф отвечает. Во-первых, то, что в русский язык переведено не от меня, в еврейском языке стоит слово бельядзи, что значит, это не мое, это вообще без меня. То есть Юсеф показывает, что он не причастен к толкованию, что толкование может дать только Бог. И это там показывает, что он усвоил уроки прежних времен. Он говорит, элогим яане, то есть Бог ответит фараону и заканчивая свою фразу, в русском языке написано, на благо фараону. В еврейском стоит слово шалом бепаро. Мы с вами уже говорили, что слово шалом, у меня есть урок, я дам ссылочку на него по этому слову, очень глубокое и важное слово. Шалом это мир, благословение, благо, которое может дать только Бог. То есть, таким образом, в своем ответе Юсеф показывает паро, что все, что будет сделано, это будет сделано на благо. И Паро, и Египту, и, в общем-то, по сути, и всему тому цивилизованному миру тех времен, ибо многие из них спаслись от голода благодаря действиям Юсефа. Но хочу обратить ваше внимание снова. Юсеф говорит ему в 32 стихе такие слова. «А дважды сон фараона повторился, потому что верно это предначертание от Бога, и не замедлит Бог исполнить его». Как мы с вами видим, Юсеф излег уроки из своей жизни, он понял, как к нему обращается Бог, и он делает то, что Бог хочет от него. Почему? Интересно, что в данном случае получается, что и паро поступил именно так, как от него хотел Бог. Почему? Юсеф даже не заикается о том, что он должен стать руководителем Египта. Паро сам приходит к такому выводу. Он понимает, что, будучи благословенным от Бога, Юсеф может стать тем, который поможет. Таким образом получается, что паро соизмеряет свое желание и свои намерения с желаниями и намерениями Божьими. Узнав о грядущих событиях, паро понимает, что должен принять решение, и он принимает такие решения, которые угодны Богу. Почему? Мы с вами говорили, цель Бога помочь людям, цель Бога благословить людей, цель Бога, которую мы видим все время на страницах Священного Писания, это вернуть человечество к себе и привести всех нас в Царствие Божие. Цель Бога здесь на земле – установление Царствия Его. Ради этого он все делал, ради этого он послал в этот мир Машеха, прообразом которого и является патриарх Юсеф, о котором мы с вами сейчас читаем. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать в связи с нашей недельной главой. Да благословит вас всех Господь. Шалам алейхам.